Hi, my friends! We continue our playlist. У нас с вами пара уроков на повторение. И далее контрольная работа по пройденному материалу. Друзья мои, повторяйте в рамках нашего плейлиста. Очень много подводных камней. Повторите, чтобы показать максимальный результат. Действительно, мы двигаемся далее. Мы с вами прекрасно знаем, как образуется время present simple. И давайте потонируемся. Скажем, утверждение. Она видит реальный прогресс. Она видит реальный прогресс. Отрицание. Он не видит какого-либо прогресса. He doesn't see какого-либо. Это any. Any progress. He doesn't see any progress. Далее вопрос. Я делаю хороший прогресс. Значит, делать прогресс. Это вражение make progress. Получается, я делаю. Do I make... Хороший прогресс. Good progress. Do I make good progress. Это именно выражение. Мы говорим на английском make progress. Это стоящее выражение. В принципе, видите, мы отрицание образуем с помощью don't или doesn't. Иногда s добавляется, она не добавляется. И, соответственно, do или does. Повторите, здесь ничего сложного нет. Самое сложное это в вопросах. В вопросах. Именно специальные вопросы. Повторите. Например, кто вдохновляет тебя? Кто? Who? Вдохновляет тебя? Мы говорили, что если who, кто, то вспомогать на глагол не нужен. Кто вдохновляет тебя? Who inspires you? Who inspires you? Далее. Что привлекает твое внимание? Что? What? Также говорили, что если здесь подлежащего нет, то вспомогать на глагол не нужен. Получается, что привлекает? What attracts твое внимание? Your attention. What attracts your attention? Кто исправляет эти ошибки? Кто исправляет? Who? Исправляет это correct. Who corrects эти ошибки? These mistakes. Who corrects these mistakes? Что беспокоит тебя больше всего? Что беспокоит тебя? What worries you? Больше всего? Most of all. What worries you most of all? Еще раз потренируйте вопросы и более продвинутые конструкции. Например, сколько обычно длится один урок? Вот как сказать, сколько обычно длится? Это конструкция how long? То есть, видите, мы используем другой порядок слов, не как в русском языке. Это уже вспомогательный глагол, раз урок это, значит, on it. How long does обычно длится один урок? How long does... Значит, просто один урок. How long does one lesson last? Если это просто безобычно, мы с вами скажем. Сколько длится один урок? А сколько обычно длится? How long does one lesson? Один урок обычно длится. Usually last. Еще раз отработайте, как раз, предложение, где было usually, мы отрабатывали, и, как раз, это конструкция how long и другие конструкции. Итак, present simple. She sees real progress. He doesn't see any progress. Можно еще добавить вовсе. Он вовсе не видит какого-либо прогресса, потому что вовсе это at all. He doesn't see any progress at all. Do I make good progress? What, who? Who inspires you? What attracts your attention? Who corrects these mistakes? What worries you most of all? How long does one lesson usually last? Далее с вами не забываем разницу про say и tell. Тоже часто путают. Еще раз повторите эти предложения. Например, что ты хочешь сказать мне сейчас? Что? What? Ты хочешь? Do you want? Сказать мне? Если кому, то это tell. To tell me сейчас now. What do you want to tell me now? Что она хочет сказать? Что она? What does she? Хочет сказать? Want to say. What does she want to say? Далее. Она знает, что мы часто говорим об этом. Она знает что? She knows that... Мы часто, we often, говорим об этом. Говорить о чем-то, значение обсуждать это talk. We often talk about it. Вот вопрос к тебе. Ты часто говоришь по телефону? Ты часто? Это будет... Do you often? Говоришь по телефону? Talk on the phone. Это стоящее выражение. Do you often talk on the phone? Talk. Чистое О. Do you often talk on the phone? Другой вопрос. Как долго ты обычно говоришь по телефону? Как долго? How long? Ты обычно? Do you usually? Говоришь по телефону? Talk on the phone. How long do you usually talk on the phone? Далее. Другие вопросы. Очень часто тоже встречаются и стоящее выражение. Ты слушаешь радио? Ты слушаешь. Do you listen? Радио – это radio. Но, во-первых, помню, что говорим не просто listen, а listen to. И, соответственно, стоящее выражение listen to the radio. Listen to the radio. Do you listen to the radio? Или listen to the radio. Нужно запомнить. Она смотрит телевизор? Она. Does she смотрит телевизор? Watch телевизор? TV. А вот TV здесь не нужно. Видите, такого предлога. Даши watch TV. Мы часто читаем это в новостях. Мы часто читаем это. We often read it. В новостях – это фраза in the news. Запомните. In the news. И, опять же, когда будете прорабатывать плейлист, особое внимание обратить к разной на эти устойчивые выражения. Просто слова о выражении. We often read it in the news. Далее, помните, у нас была конструкция. У меня есть цель. У меня есть цель. Достичь следующего уровня как можно скорее. У меня есть цель. Достичь какого-то уровня – это reach. To reach следующего уровня. Следующее что-то – это the next, именно the – the next level. Как можно скорее. As soon as possible. I have a name. To reach the next level as soon as possible. Say, tell. What do you want to tell me now? What does she want to say? She knows that we often talk about it. Do you often talk on the phone? How long do you usually talk on the phone? Do you listen to the radio? Does she watch TV? We often read it in the news. I have a name. To reach the next level as soon as possible. Далее. Такое предложение. Мне нравится идея этой практики. Мне нравится идея. I like the idea этой практики. Of this practice. То есть, помните, принадлежность of, конструкция the, потом существительное of и остальное. I like the idea of this practice. Далее вспоминаем, как будет что в английском языке. Например, я делаю это, чтобы улучшить свои навыки. Я делаю это, чтобы улучшить, чтобы улучшить свои навыки аудирования. Это будет my listening skills. Также помните, есть некоторые глаголы, после которых мы используем глагол с синговой формой. А именно, например, обожать. Enjoy. Я обожаю делать это в мое свободное время. Я обожаю делать это. I enjoy doing it в мое свободное время. In my free time. I enjoy doing it in my free time. Далее, продолжать. Мы говорили, по умолчанию используем continue doing. Continue to do допустимо, но continue doing обычно используем. Например, он хочет продолжать обучаться за границей. Он хочет продолжать. He wants to continue обучаться, то есть учиться. To study – это грамматически допустимо, но опять же, по умолчанию используем continue и глагол с синговой формой. Continue studying abroad. Звездочка, что также допустимо здесь именно грамматически. А enjoy – только инговая форма. И также еще. Stop. Перестать делать что-то. Он хочет перестать делать это. Он хочет перестать делать это. Видите? Именно перестать значение прекратить. Делать что-то. Бросить делать что-то. Именно stop и инговая форма. He wants to stop doing it. Далее. Какие еще важные моменты. Обратите внимание на предлоге. Вот видите, у нас были различные выражения. Выражение запомнили. Молодцы. Но на предлоге. Например. Я никогда не жалуюсь на это. Помним конструкцию. Я никогда. Это I never и глагол. I never. Не жалуюсь. Complain на это. И вот что complain about. I never complain about it. I never complain about it. Или, например. Я хочу ответить на этот вопрос. Я хочу ответить. I want to answer. На этот вопрос. Видите? На русском на. Но answer. Что-то. Предлога здесь нет в английском. I want to answer this question. I want to answer this question. То же самое, например, глагол влиять. Это глагол influence. Influence. Эти вещи очень сильно влияют на меня. Эти вещи. These things. Очень сильно ставим в конце предложения. Влияют на меня. Influence me. То есть мы говорим на. А здесь просто influence me. Очень сильно. Greatly. Greatly. These things influence me greatly. Такие примеры сильно мотивируют меня. Такие примеры. Such examples. Сильно мотивируют меня. Чего я говорю мотивируют меня. Motivate me. Сильно. A lot. Также обратить внимание на порядок слов некоторых предложений. Например, greatly a lot. Видите? I like the idea of this practice. I do it to improve my listening skills. Enjoy. I enjoy doing it in my free time. Continue. He wants to continue studying abroad. Stop. He wants to stop doing it. I never complain about it. I want to answer this question. These things influence me greatly. Such examples motivate me a lot. И также еще обратите внимание на некоторые полезные конструкции. К примеру, например, изучение английского языка. Как будет изучение английского языка? Это просто будет learning English. Learning English. Например, мы хотим сказать. Изучение английского языка кажется таким интересным. Learning English. Кажется. Это означает it. Поэтому получается seems таким интересным. So interesting. Чтение этих книг кажется таким полезным. Чтение этих книг по налоге reading these books кажется таким полезным. Далее. Например, посещение этих мест кажется незабываемым. Посещение. Слово посещать. Visit. Visiting этих мест. These places. Кажется. Seems. Незабываемым. Вызывать это forget. А незабываемым. А незабываемым. Unforgettable. Unforgettable. Visiting these places seems unforgettable. Если мы хотим просто сказать. Например, просмотр этих видео очень полезен. Просмотр этих видео. Используем конструкцию watch this video. Это одно. А если эти these videos. Получается watching these videos. Просмотр этих видео очень полезен. Видите, здесь почему sim говорим? Давайте без sim. Давайте просто скажем, как мы хотим сказать. Очень полезен. Видите, это не считается глаголом. Просто подлежащим. Глаголы нет в чистом виде. Поэтому форму to be получается is very useful. Вот is. Тоже такой вариант тоже возможен. Видите, watching these videos is very useful. Также обратите внимание на слова, которые в единственном числе. Что это за слова? Например, новости, news. Далее, деньги, money. Знания, knowledge. И такой пример немножко посложнее. Смотрите. Деньги никогда не приносят людям истинного счастья. Деньги, money. Никогда не приносят. Точнее, никогда это never. Приносить bring. Не приносят. Но помимо, что money – единственное число, поэтому never brings людям people. Истинного счастья. Это, мы говорили, настоящего счастья. Real happiness. Или истинного счастья. True happiness. Money never brings people true happiness. Или, например, такие вещи никогда не приносят. Истинного счастья людям. Такие вещи. Such things. Никогда не приносят. Never bring. Истинного счастья. True happiness. Тоже можно real happiness. Людям. Если кому-то, мы говорили, это to. Если подумали, кому-то, to. Two people. Learning English seems so interesting. Reading these books seems so useful. Опять же, вы можете сказать, просто вместо seems, is здесь везде заменить. Reading these places seems unforgettable. Это как it означает. Как it. Просмотр. It. На слово watching смотрим. На просмотр, а не слово videos. Watching these videos is very useful. News, money, knowledge. Money never brings people true happiness. Or real happiness. Such things never bring true happiness to people. Против, мы отличная. Еще раз просмотреть основные тонкости в самом плейлисте. We continue this very important playlist. And as you see, как ты видишь, we do it with great pleasure. Thank you very much, my friends. Субтитры создавал DimaTorzok